Вот, когда мне говорят, Наташа, не давай руки, вот сюда положи, на краешек стола, вот сюда положи деньги. А я уже сама возьму за стола, из рук в руки не давай мне деньги. Ну я думаю, ну ладно, положу. Дурацкая, человек просит, мне не сложно, либо, ой, ой, только вечером не заноси, вечером не отдавай деньги. Ну думаю, ладно, а мне иногда днем некогда, там, или еще что-то, то есть я это не специально, как бы, ну вот, я могу только посочувствовать этим людям, которые цепляются вот за это, за все, вот, за эти. Какие-то предрассудки, как их называют-то еще, я даже не знаю, как называют это все. Но вот, то, что утро вечера мудренее, это точно. Потому как об этом написано в Священном Писании, в Священных Писаниях, Библии. Добрый день, дорогие друзья. Поговорим сегодня об этом и не только. Итак. Отправился Иван-дурак в тридевятое царство с Кащеем воевать. Забрел в дремучий лес, видит, стоит избушка на курьих ножках. Ну он говорит, как водится, встань, ко мне передан, к лесу задан. Заходит, сидит баба-яга. Ну чего, говорит, добрый молодец, дело пытаешь или от дело лытаешь? А он ей, ты, бабусь, прежде баню и стопи, напои, накорми, спать уложи, а потом уж про дело вы спрашиваете. Когда мы с вами читаем сказки, я уже ничему не удивляюсь, я даже знаю, это взято оттуда, это взято оттуда. Это все из Библии, вот все абсолютно из Библии, потому как Господь говорил, если накормите, напоите, поможете, значит мне помогли. Ибо Господь же живет в нас, значит мне помогли, человеку помогли. Даже если он и нехороший человек, ну вот с нашей точки зрения нехороший, там, может быть, нарушает закон, что-то не так делает. Для Бога мы все дети, мы все одинаковые. И нет такого, чтобы вот этого он любит, а этого он не любит. Он любит абсолютно всех и ждет нас, блудных, которые отошли от Дома Отчего, от Слова Отчего, от Его Заветов. Довольно далеко, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве все что-то блуждаем, все что-то блуждаем. А он ждет, а он ждет. Поэтому нам и нужно молиться, мы мало молимся, нам надо за всех молиться. За всех нужно молиться. Я оставлю под этим видео ссылку на замечательный сюжет о Моргенштерне. Я Олегу очень благодарна. Я сегодня утром, мое утро началось именно с этого слова. Значит, Господь хочет, чтобы я больше молилась. И я в молитвенный список свой внесла Моргенштерна. Может быть, это и фамилия не его, потому что в переводе... Ну, вы посмотрите. Вы посмотрите сами, если захотите. Я не буду сейчас на этом останавливаться. Я просто к тому, что мы на самом деле мало молимся. А человек, какой бы он ни был, какой бы он ни был, там закоренел и преступник, или еще там как-то что-то здесь, значит, что вот Моргенштерн душу дьяволу продал там все. Потому что если посмотреть, я таких кадров не видела, то, что я в сюжете посмотрела. Я же не смотрю подобное. Я просто не смотрю это. Но когда я увидела это вот в сюжете Олега, я ужаснулась. Я даже не могла представить в кошмарном сне, что такое возможно, и его поддерживают власти, и как бы его продвигают там все. А сегодня я... Сейчас мы продолжим. А сегодня я разговаривала со старшим сыном. Он на вахте, он возвращается скоро. Он говорит, мама, я прочитал методику, которую вот ты распечатала, прислала мне. А я как понимаю, почему ее не продвигают. Потому что государству невыгодно, чтобы люди бросали пить, чтобы люди перестали колоться, чтобы люди были здоровыми духом, телом. Государству невыгодно, это же бизнес, это же деньги. И я, говорит, вот это все это перечитал на 100 лет до всего, и теперь все понятно. Все понятно, почему ему запрещают. Тоже ссылку на эту методику оставлю. Если у кого-то среди близких, среди родных, знакомых, есть люди, которые до сегодняшнего момента одержимы и зависимы, все равно от чего. Тот же табакокурение. Тот же как бы не сравнить с алкоголизмом или с наркоманией. А какая, собственно, разница? Это зависимость. Это зависимость. Все, что давит на нас по плоти, все, что висит над нами, это не от Бога. Это все греховно, это все наша зависимость. И от этого нужно избавляться. И средство только одно – это Бог. Это Бог. Поэтому на его методику, которая у нас не продвигается, я дам ссылочку. И если кто-то заинтересуется, прямо скачайте и читайте. Может быть, есть в аудиоформате, может быть, еще что-то. Как все это хорошо, что мы можем делиться всем этим. И тоже думала, почему темные силы, все вот это сильное мира, всего, почему они нам не запрещают это? Потому что если они перекроют нам возможность общаться и нести Евангелие, рассказывать вам, делиться своими откровениями, свидетельствовать вам о том, что Господь делает в жизни верующих людей, ну так тогда прикроет и весь этот ужас, который вот этих расклевающих роликов и всего остального. так же невозможно. Ну, вы сейчас скажете, могут там забанивать, там все это. Ну, всех же не забанят. Я вообще в своих названиях никого не упоминаю теперь. Опять же, сын мне сказал, мама, не надо. И я его слушаю, потому что, на мой взгляд, он мудрее меня. Намного мудрее. Ну, мы как-нибудь, вот он приедет, и мы как-нибудь сядем, вы познакомитесь с ним, пообщаемся. Очень мудрый парень. Ну, а мы-то, как утро вечера, мудренее. Я вам сейчас это по Писанию скажу, расскажу. И что там, что значит, и накорми, и напои, и спать уложи. Все в Священном Писании. Все оттуда. Все оттуда. И вот утро. В Священном Писанию стражу, чтобы мне углубляться в Слово Твое. Псалтырь, 118, стихи 147, 148. Кто рано встает, тому и Бог дает. То есть, вот, понимаете, я же ложусь сейчас рано, я просыпаюсь в 6, в полседьмого бывает просыпаюсь. Как-то в 5.50 встала. Я сворачиваю горы. Я не могу вечером уже ничего делать. Может быть, в силу возраста, понимаете, все. Но я и не хочу. Я не хочу. Если обмен веществ у нас только в часы здорового сна происходит, ну, конечно, уже в старшем возрасте мы как-то больше заботимся уже о себе. Но если бы, допустим, я все время была дома, вот как это было вот в отпуске, вот будучи на пенсии, если бы я не работала, ну, я же работаю, у меня 12 уроков в день сейчас. 12 уроков в день. У меня больше двух стало в этом году. И я понимаю просто уже, вот, я понимаю, здесь и разум, и логика, здесь и все. И то, что Господь говорит, вставай рано. Ложись. Я уже не могу вечером, и не хочу, и не могу работать. И глазам тяжелой компьютер уже до тошноты уже. Понимаете? Потому что работаешь все равно, пишешь там все те, на компьютере в электронном варианте все. Так что в 9 я уже в постели, я уже ложусь. Это уже после молитвы, уже все-все-все. Так хорошо рано утром вставай. Плач Еремея, третья глава. Вот что я отвечаю с 21 стиха. Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Ой, истина! Истина! Я вот открываю окно, знаете, вот в 6 утра я открываю окно, я и вечером это дело с вами уже делилась, и я этим Духом, Господом, я говорю, я тебя ощущаю, я тебя вкушаю, я не могу надышаться, как это вкусно! Как это вкусно! И все-таки утром вкуснее. Ну, вкуснее утром, потому что все обновилось, все обновилось, по милости Господне. Вечером прошу, чтобы новый день начался. Он обновляется! И все, и мы готовы на подвиг. Я сворачиваю вообще, вот столько утром делаю. Такая работоспособность. И на еже полежу, значит, тут же слушаю проповедь, все это. На аппликаторе липко лежу, все. И тут же подскочила той, и завтрак, и помыла пол вместо зарядки, и зарядку какую-то подделала, отжалась от подоконника, от пола тяжело у меня уже в силу возраста, но от подоконника отжимаюсь, понимаете, все. И тут же и дыхательную гимнастику, и голосовой аппарат вместе с голосовым упражнением у меня есть, я их делаю, с затаиванием дыхания, там, все это на 8 счетов выпускаю, все это потом задерживаю, все. Ну, здорово! Ну, просто здорово! И потом все дальше пошла, все эти вот манипуляции для повышения своего иммунитета. Посмотрела тут передачу. Ой, какая-то ерунда! Это все ерунда, это ерунда! Я в эту ерунду, которую люди называют ерундой, я в нее верю. Я в нее верю! И вера меня спасает! Я верю в нее, что имбирь, куркума, там, куркума, как вы правильно, корица, гвоздика, я все это в мед намешиваю, и после, значит, сода, через 30 минут под язык, душ приняла, и потом, значит, на аппликатор слушаю, пробую, я тележу, все. Я до начала рабочего времени своего, я успеваю столько сделать, и завтрак приготовить, и бабушку обработать, накормить, переодеть, помыть, все успеваю. Я раньше этого не успевала. Все это бегом, все как попало. И вечером, допустим, продуктивность, работоспособность не такая, как утро. Не такая, как утро. Утро нужно вставать. Оно обновляется, каждое утро. Обновляется. Велика верность твоя. Верность твоя. Милость Господа. И мы не исчезли. Слава Богу! Простите, мы привыкаем. Что это все у нас, вот, как будто нам кто-то что-то обязан. Нам никто ничего не обязан. Это мы обязаны. Иисусу за его жертву. Он вместо нас умер. И пролил свою кровь невинную. Вот мы обязаны. А нам никто ничего не обязан. Это милость. Величайшая любовь и милость. А нам никто ничего не должен. Псалом 29. Поите Господу святые его. Славьте память святыни его. Ибо на мгновение гнев его. На всю жизнь благоволение его. Вечером водворяется плач. А на утро радость. И я говорил в благоденствии моем. Не поколеблюсь вовек. Не поколеблюсь вовек. Имеется ввиду, я буду стоять в двери до конца. Настолько, потому что Иисус совершил победу. Он умер за нас. Победа на кресте уже совершена. Да, идет бойня сейчас. Идет еще бойня. Потому что за каждую душу. Лукавый все время выдергивает, понимаете. Идет как бы счет. Как вот в спорте. На табло. Мы просто не знаем с вами этого. Сколько душ лукавого. И сколько божьих детей. Мы не знаем этого. И не узнаем никогда. Но бой не идет. Но бой не идет. Война. Настоящая война. Но Иисус же одержал победу для того, чтобы мы одержали победу. И как я уже делилась, Господь же мне открыл. Он сказал, один умер за всех. Теперь вы все за одного идите за мной и будете спасены. Все за одного. Все поверь. И тогда не поколеблюсь во век в благоденствии моем. Римлянам 14.14. Я знаю и твердо убежден в Господе Иисусе, что нет никакой пищи, которая была бы сама по себе нечиста. Но если человек считает что-либо нечистым, то для него оно и нечисто. То есть это конкретно идет подтверждение о вере. Мне недавно пришел комментарий. Я очень прекрасно отношусь ко всем вам, мои дорогие подписчики. Все, кто меня смотрит и все, кто первый раз заглянули на канал. Написали, что Наталья Викторовна, вот эти овощи, они там все с пестицидами. Они, значит, там все. Вот мне забрасывают информацию. Почему этот стих? Это как раз вот когда я готовилась, я прочитала этот комментарий, и я решила этот стих ставить. Я хочу с вами сейчас поделиться на этот счет. Это очень неправильно. Я не осуждаю ни в коем случае этого человека, ни в коем случае. Я не реагирую просто на эти вещи. Потому что мне, у меня нет альтернативы. Но вот сегодня у меня есть альтернатива. Господь меня благословил, мне привезли гостинцы. Морковку, лук, свеклу, сливу и помидорки. И я так благодарна Маргаритке, ее маме Вере Абрамовне. Я все, Оленька моя, подруга Харлашина, Оля, ехала на дачу и завезла мне это все. Я наварила целую кастрюлю борща, потрясающего, вкусного борща. И я такой свеклой, она как будто жирная такая. Я такого цвета у борща никогда не видела. Никогда не видела такого цвета. Но вот сегодня у меня есть с огорода. Вот сегодня меня благословил Господь вот так. Я знаю, где это выращено все. Тут я, значит, ну у меня нет другого. У меня есть возможность вот взять из морозильного ларя вот эти овощи, про которые мне написали. А, они там выращиваются все с пестицидом, все такое. Я очищаю именем Христа, я очищаю молитвой. И я благодарю, что у меня есть это. И что у меня есть этот ларь, который я в прошлом году купила на отпускные. Ну, часть от отпускных пошла в оплату этого ларя. Я счастлива. Потому что бабушка все время кушает овощи. Я все время кушаю овощи. У меня нет альтернативы, но я молюсь. Я очищаю именем Иисуса Христа. И написано все, что Господь очистил, не почитай и нечистил. И я так и поступаю. И я знаю, что мне ничего не навредит. Мне ничего не навредит. Просто мне не страшно получать подобные вещи. Ну, вот как бы читать, либо от кого-то услышать. Потому что я глубоко верующий человек. И по вере я и получаю, по своей вере. Потому что все, что не по вере, грех, сказал Господь. Но люди разные. Поэтому вы будьте осторожны, если вы кому-то что-то говорите. Мы можем на эту тему поподробнее посвятить конкретно одно из повествований. Потому что апостол Павел об этом предупреждает. В Библии это есть. Люди разные. Люди разные. Можно посеять зерно в человека. И это не будет хорошо. Вот, еще раз. Римлянам 14.14. Я знаю и твердо убежден в Господе Иисусе, апостол Павел говорит, что нет никакой пищи, которая была бы сама по себе нечиста. Но если человек считает что-либо нечистым, то для него оно нечисто. Понятно, да, о чем речь идет? Если человек считает, что это нечисто, для него оно нечисто. Я считаю, что для меня это чисто. Плюс я еще и помолилась и возблагодарила Господа. И его же словом, обетованием, все, что Господь очистил, не почитай нечистым. Я на этом обетовании стою всею своей сущностью, всею своей крепостью. Все, что есть во мне. А мое основание – Христос. Вот, поэтому для меня все это чисто. Сейчас просто невозможно, видите, сейчас вообще не представляю, как человек может без Бога жить, потому что везде все нечисто. Я вот делаю, да, вот этот вот сыр творожный сейчас. И мне не все равно, конечно, из какого кефира я делаю. Я просто полюбопытствовала вообще, из какого кефира я делаю. Какое молоко. Мама стала пить уже вот после 70 лет, она не пила молоко. Вообще стала пить, потому что все идет, все как раз там все у нас в организме, там вырабатывается то, что может теперь перерабатывать, то, что в этом молоке. Ну, понятна эта тема. Мама тоже кричат молоко вредно, там все в определенное время. И я вообще в последнее время, как говорит моя старшая мама, жить вредно. Жить вредно. Поэтому очищать будем именем Христа и будем все это употреблять. Но я полюбопытствовалась непосредственно по молочным продуктам. По молочным продуктам, по молоку. Какое же молоко-то вообще? Молока без проблемного-то нет. В каждом молоке, абсолютно в каждом молоке найдены антибиотики. Чтобы анализ не показал эту кишечную палочку, чтобы не высеял анализ кишечную палочку, что является большим нарушением для того, чтобы этот продукт продвигать на рынке, туда толкают антибиотики, которые эту палочку хрумкают там. И в определенном количестве эти антибиотики у нас во всех молочных продуктах торчат. Во всех. Ну так если еще человек эти антибиотики так пьет у нас, видите? Ну мы очищаем, благодарим, морозим этот кефир там, или молоко там створаживаем. И едим. Во славу Божию. Вот сегодня такой собиратель, это собирательное повествование. Рожденный заново, то есть вот человек рожденный заново, рожденный свыше. То есть, как бы, мы родились, и спрашивают в Библии, ну как же я могу родиться-то еще раз, ну это же невозможно. По плоти, да, но мы по духу рождаемся заново. И Господь сказал, все новое творю. И изменяется дух, и изменяется плоть. И человек выздоравливает, и избавляется от многих своих хронических болезней. И вот мы читаем послание к Титу, третья глава с четвертого стиха. Когда же явилась благодать и человеколюбие спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, милости, баню и возрождение, и обновление святым духом. То есть помните, мы с вами начали с чего? Ты сначала баню истопи, напои, накорми, спать уложи, а потом слоба не морить. То есть вот в баню возрождение, обновление святым духом. И я как бы тут провожу вот такую параллель, понимаете? Это нереально, что мы с вами сходили в баню, хотя мы после баньки выходим, заново родился. Да что после баньки? Мы после душа вот дома даже выходим, вот души вымолись, заново родился, с легким паром, да? С легким паром. Заново родился, все, смыл себя, все, казалось бы, да? Чистый вышел. Но здесь, понимаете, именно благодаря именно Спасителю, благодаря Иисусу Христу, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, по величайшей милости, любви, банию, возрождение и обновление святым духом. И дальше, шестой и седьмой стих. Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Ну как это здорово, ну ведь это же обетование, это же прямо обещание. Ну прямо вот, вот все. И злили? И злили. С небес Дух Святой сейчас вот на каждого, на каждого человека. Было бы у этого человека желание, чтобы баню и возрождение, обновление святым духом родиться свыше, родиться свыше. Притчи 25-21. Переходим, накорми. Если голоден враг твой, накорми его хлебом. И если он жаждет, напоей его водой. Враг. Понимаете? Враг твой. Я вспомнила во время войны. Это отдельная тема. Такие мощные откровения, порой, понимаете, мощнейшие совершенно. Враг. Накорми его хлебом. И если он жаждет, напои его водой. Римлянам 12-20. Итак, если враг твой голоден, опять эта же тема, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголи. Как это понимаете? То есть враг думает, что вы сейчас, скажете, на-кася выкуси. На-кася выкуси. Я поняла, о чем нужно в следующий раз поговорить. Обязательно. Я не забуду. Я не забуду. Я не забуду. Римлянам 20-20. Я вернусь к этому стиху, и я поняла, о чем нужно вам рассказать. И тогда это будет еще больше понятно. Когда ты это делаешь, ты собираешь ему на голову горящие угли. с точки зрения учения Божьего, все парадоксально. И это действует. Вы просто, может быть, не пробовали подставлять вторую щелку, кормить врага, поить врага. Попробуйте. Это так здорово. Это здорово. Матфея 10-42. И кто напоит одного из малых стих, только чашую холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Напоили. То есть баню истопили. свыше родились. Напоили. Иисус сказал, никто не будет жаждать. Я источник. Я ваш источник, сказал Иисус. Накормили. Чем накормили? Словом. Хлебом небесным. Хлебом небесным. Накормили. Спать уложили. Старозаконие, 24 глава, 13 стих. Возврати ему залог, ну, если вы оставляли, да? Возврати ему залог при захождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей и благословил тебя. И тебе поставится сие в праведность пред Господом Богом твоим. То есть, понимаете, человек оставил залог одежду. Пошел. И как бы не приносит вам вот то, что у вас взял, чтобы забрать из залога свою одежду. Вот здесь вот конкретно речь идет об одежде, чтобы человек лег спать, чтобы он не замерз, что последнюю одежду, вот он ее заложил. Ты все равно должен ее вернуть до захода солнца. То есть, настолько о ближнем позаботиться, чтобы отдать ему одежду. И мне теперь-то это все, понимаете, понятно, когда еще в Бебе во Христе мы не понимаем, ну как так? Ну как? Ну у нас как бы товар и денежные отношения. Ну как вот так вот все? Он оставил в залог. Он мне не вернул то, что взял у меня. Я могу продать эту одежду и как бы обернуть это в деньги. И вот, ну как бы все. Ну, расставщичество. Но Господь сказал, отдай до захода солнца, чтобы он лег спать. Понимаете? Чтобы он лег спать в одежде своей и благословил тебя. И тебе поставится сие праведность пред Господом, Богом твоим. То есть, понятно, что вы не не из-за корыстных побуждений. Да ладно, я ему верну, зато меня Бог благословит. Это должно быть вот от сердца. Бог сердце видит и слышит все, что мы говорим. Иногда вот у меня бывает лукавые какие-нибудь мысли подкидывают. Ой, я гоню их. Я говорю, Господь, простите, это не мои мысли. Я именем Христа изгоняю все эти мысли из себя. Это не мои мысли. Вон! Прямо бывает. Бывает. Чего только не придет. Вот понимаете? Потому что он вторгается иногда вот лукавый, но он быстро, понимаете, он быстро убегает, потому что он боится крови Христовой. А я все время на крест на Голгофский смотрю. Я все время, понимаете, мы в крапину. Как мне дал тогда Господь откровение, это было так у меня прямо. Ты в крапину. Он боится крови, но он все равно пытается, все равно пытается. Ну, это какие-то мгновения такие. Все равно пытается, потому что, ну что, ну я же плотская. Мы же воплоти все. Так что, вот нужно возвратиться. А теперь можно молвить. А теперь можно молвить. Теперь можно и молиться, теперь можно и спрашивать, теперь можно и получать слово в ответ. И мы читаем Псалтырь 17, 31. Бог, не порочен путь Его, чисто слово Господа, счит Он для всех, уповающих на Него. Но только на уповающих. Тот, кто уповает на Господа. Еще два текста. Послание к евреям, 10 глава. С 19 стиха. Итак, братья, имей дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу. И я так думаю, ну, мысль такая, что мы же свободовольны. У нас воля свободная, Господь не забирает ее у нас. Он хочет, чтобы мы были вольны в своем выборе. Или мы будем бублигом жевать, либо мы будем хлеб насущный кушать. Который принесет нам только пользу. Его Слово. И вот святая святых, понимаете, вот она была завесой. Бог действительно жил в храмах рукотворных. И вот эта завеса, она отделяла, отделяла. Входить туда мог только первосвященник. А теперь, я недавно тоже рассуждала, так, прям долго рассуждала, молилась, ревела, и от радости, что я, даже ты не дурочка, ты понимаешь, я такая счастливая. Понимаете, Иисус первосвященник. Иисус первосвященник. Кто может вообще на земле отпускать нам грехи? Кто? Папы? Ну, я имею в виду вот это папство там, которое погрязло там по всем. Ну, судья им, Господь. Иисус первосвященник. Мне зачем идти куда-то исповедоваться? И кто? Кто может называть себя папой? Имеет право кто? Написано в Писании. Никто. Никто. Один у вас отец. И грехи отпускать. Только Бог может. Так Он умер за нас, забрав все грехи. Мы прощены от нас сейчас нужно только одно. Любить Бога. Читать Его Слово. И жить по заповедям Его. То есть мало любить, мало исповедовать, что да, я верую во Христа, я верую, 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 а живу я как хочу. Так не получится. Надо жить, надо стараться нам жить по Слову, исполняя Его заповеди. И зачем? И Он первосвященник. Святая святых. И свято место. Вот человек становится домом для Бога, храмом. Вы храм Бога живого. Я на эту тему мне однажды очень бомбила одна женщина. Она прямо меня бомбила, но она не добомбила, никогда меня не додолбит. И подобные вещи никто не сможет меня своротить, потому что раньше я отвечала, как бы пыталась достучаться и отвечала, как бы вот, по-человечески. По-человечески. А зачем по-человечески, когда есть Слово Божие? Тоже надо же было дойти до конца. Что, до тебя раньше, что ли, не могло дойти? Я просто цитату беру из Писания и отвечаю. Разве не знаете, что вы есть храм Бога живого? Ваше тело, ваше тело, это написано черным, по-белому. Не в рукотворных храмах живет Дух Святой. В человеке. Поэтому Господь забрал все грехи. И что я буду сейчас вспоминать? Он скажет, слушай, ты меня заколебала, я твои грехи уже давным-давно омыл кровью своей. Ты что просишь прощения все время за одно и то же? Я что, зря умер за тебя? Я что, зря кровь пролил? Я покрыл своей кровью все твои грехи, всю твою дурь мирскую. Я же закрыл уже все, ничего не видит отец. Я умер за тебя. Ты что опять просишь прощения за то же самое? Нет ничего. Новое все. Понимаете, все новое. Но это может сделать только Бог. Какие там папы могут чего-то отпускать, которые на сегодня я узнала, что решили изменить перевод молитвы отче наш. Как вам это нравится? Молитвы отче наш. Взять и изменить. Папа решил так римский. Написано не то, что там слово, букву одну изменить. Измените, смертью умрете. Ну, каждому свое. А речь идет о том, что не введи нас в искушение, избавь нас от лукава. Это часть. А то, что мы имеем книгу Иова, когда просто сатана наехал на Бога, говорит, да что этот Иов твой, у него все есть, что ему тебя не любить? Вот сейчас все забери у него, и он откажется от тебя. И Бог позволил, понимаете, и Бог позволил. Нам оставлена конкретно книга Иова, чтобы мы читали. Мы сейчас живем в такое время, прекрасное время, при всех сложностях, оно потрясающее время. Мы имеем Библию, мы все это знаем, мы можем читать, мы можем общаться, мы можем слушать, мы можем делиться мнениями, возрастать в духе. Нет, папа решил перевод изменить. Так что тут святая святых, теперь, понимаете, Дух Святой живет в человеке, и в рукотворных храмах его нет. Еще раз послание к евреям, 10 глава. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, новым и живым, я хочу живого общения. Вот живого общения. Представьте себе, что давайте так сейчас прямо вы очень любите, у вас есть любимый человек, и вы не можете с ним встретиться. Вы не можете с ним встретиться, вы общаетесь с ним вот только по телефону. Даже вот не возьмем сейчас то, что у нас можно еще и видеть друг друга. Вот вы общаетесь, но это же не может сравниться с живым общением, с живым, настоящим общением. Когда вас обнимут, когда вас спрячетесь, вас согреют, утрут слезу вашу. Вы сейчас спросите, Наталья, ну что-то ты прямо, ну ты же с Богом как? А вот так. Это живое общение, потому что Дух Святой живет в человеке, он во мне, в каждом верующем человеке живет Дух Святой. И я это ощущаю, я это ощущаю, я это, я это чувствую. Поэтому он нам и пишет, путем новым и живым, который он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. И имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем и с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, будем держаться исповедание уповая неуклонно, ибо верен обещавший. И в завершении Евангелия от Иоанна 3.5 Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Поэтому и баню и стопи, и напои, и накорми, и спать уложи, и утро вечера мудренее. Будем слово молвить. Будем слово молвить. Двери домов закрыты наши, и они опечатаны кровью Иисуса Христа. Кровью Иисуса Христа. И косяки перекладены в крови Христа. Идите к Иисусу, ищите Господа. Я всем сердцем жажду, чтобы как можно больше людей познали Иисуса. Станет так легче жить при всех сложностях, которые сразу же возникнут на вашем пути. Продолж. Но мы об этом поговорим отдельно, потому что это правда. Но в другой раз поговорим. И я сейчас пойду запишу, что я помню, о чем я расскажу. Потому что сразу же вспыхнуло вот это, что это нужно рассказать, потому что это подтверждает кормить врагов, поить врагов. Кормить, поить. И я вам расскажу такую интересную историю. Но сегодня все. Будьте благословлены, и да поможет нам Господь во всех наших трудностях, ибо мы уповаем на Тебя, Господь наш, во имя Са и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь.